Памятник Победы Это мой отец. Он прошел всю войну с начала до конца. Был на празднике Победы в Москве на параде в боевом охранении. И для меня этот праздник, сколько я буду жить, он будет для меня, для моих внуков, для всех. Всех поздравляю, желаю им здоровья, как можно дольше жить и чтобы мы не забывали. У меня много очень погибло родственников. Отец погиб, сестры двоюродные, брат, дядя. Все погибли и я всегда прихожу сюда. Потому что такой светлый праздник со слезами на глазах. 9 мая это праздник Победы в Великой Отечественной войне. Это праздник героев, совершивших подвиг на все времена. В Чедерлунге их в живых осталось только пятеро. Но в знак всеобщей благодарности всем участникам войны и труженикам тыла преподносят цветы и низко кланяются. День Победы это праздник со слезами на глазах и поэтому я хочу всем пожелать, если плакать, то только отчасти. Крепкого вам здоровья и вашим семям. Счастья, мира и радости. С Днем Победы. Хочу выразить им огромную благодарность и низкий поклон. И наступила такая необходимость поименно назвать этих людей. Шишков Алексей Григорьевич. Трач Иван Тимофеевич. Тральков Виталий Петрович. Мичман Тихоокеанского флота СССР. Сегодняшний день поистине великий день. Потому что 67 лет назад весь советский народ праздновал воистине великую победу. Это значение и слава об этой победе не должна на земле Чадарлунги, здесь в Гагаузии, на юге республики Молдова не должна померкнуть никогда. Здесь похоронены воины, которые отдали свою жизнь в числе тех 27 миллионов погибших в той большой войне. Символично, что из года в год славить подвиг живых и почтить память павших приходят дети гимназии-интернат. Юные школьники поют песни и читают стихи военных лет. Для того, чтобы было у нас будущее и мы жили в настоящем, мы всегда должны помнить о прошлом. Если мы детям не будем говорить правду, если мы не будем их учить совести, чести, достоинству, о чем тогда мы можем говорить? Поэтому это однозначно. А для меня это я выросла на Винничине, у меня пропал без вести дед в 44-м году, 8 мая, участвую в Вязко-Кишиневской операции. Я воспитана на этом и воспитываю своих ребят. Дух патриотизма и героизма был сильнее страха, отмечают герои. Этот мотив остается главным и сегодня в военно-патриотическом воспитании, считает подполковник Анатолий Топал. Мы, как проводники, которые прошли определенные навыки и определенные умения, мы сегодня передаем те традиции, которые наши деды, прадеды проявили. Мы стараемся проникновать будущую молодежь, мы стараемся воспитывать духи того времени, духи того патриотизма, духи любви к своей родине. Я считаю, что новое поколение молодое, которое сегодня призывается в ряды вооруженных сил, они честно и добросовестно исполняют свой воинский долг. Из поколения в поколение звучат имена тех, кому мы обязаны за свою жизнь и свободу. Но со временем рядеет ряды героев, уходит в историю их имена. Служили наши прадедушки, прабабушки, за нас боролись. Вы об этом узнали в семье или узнали в школе? Узнали в школе и в семье тоже. И везде говорят про это. День Победы, все. Об этом рассказываете? Что вы, кроме того, что знаете про войну, что вы знаете о ветеранах в нашем городе? Ну, что они воевали, как бы, победили. Тем не менее, 9 мая, в День Победы, еще много лет подряд, минуты молчания, залпы оружейного салюта, венки и живые цветы народ сохранит, как верность светлой памяти павших героев войны. День Победы в Великой Отечественной войне был и еще долго останется одним из самых почитаемых праздников.